Проектирование и планирование работ по устройству фундамента Это всегда начинается с изучения грунта, на котором планируется строительство дома У нас с вами достаточно большой дом Если бы мы строили такой дом из кирпича или из пеноблока То общий вес строения составлял бы где-то около 300 тонн У нас дом не кирпичный, не пенобетонный Но с учетом того, что это каркасный дом, облицованный кирпичом Общий вес этого дома составляет примерно 70-80 тонн Это достаточно большая величина И учитывая то, что в Подмосковье грунты достаточно различные И встречаются грунты с низкой несущей способностью А это текучепластичная глина, водонасыщенные полеватые пески Техногенные или торфяные отложения Нам, конечно, нужно убедиться в том, что существующий на этом участке грунт Соответствует нашим ожиданиям То есть он обеспечивает несущую способность, которую мы заложили в проектное решение нашего типового фундамента В данном случае мы взяли образцы грунта на глубине до 3 метров Обнаружили, что тут достаточно однородный грунт С слабым водонасыщением С вполне приличной несущей способностью Наверное, нужно про фундамент обратить внимание на важные обстоятельства, которые существуют Это вопросы глубины заложения конструкций Глубины заложения инженерных коммуникаций Проектные отметки, проектные уклоны заложения, особенно это касается коммуникаций Что еще важно? Важно проверить сечение арматурных каркасов Сечение арматурных стержней Очень важный момент Это толщина защитного слоя бетона Между арматурным каркасом и внешним слоем бетона Как это проверяется? Это проверяется на уровне установки перед заливкой бетона Расстояние между арматурными каркасами и внешней опалубкой Одновременно со строительством фундамента Мы в большом объеме выполняем различные инженерные коммуникации В данном случае мы видим на фундаменте отметки Техническая канализация и фекальная канализация на глубине 0,8 метра Далеко не все заказчики заказывают одновременно со строительством дома у нас Монтаж очистных сооружений Поэтому этот вопрос актуален Для тех, кто монтирует очистные сооружения самостоятельно, это очень важно Потому что они могут найти свою трубу на расстоянии 1,5 метра от дома на глубине 0,8 метра В данном случае мы смонтировали на этом участке и водозаборный узел, и очистные сооружения И в данном случае мы видим станцию биологической очистки ТАПАС-8 Этот септик рассчитан на 8 человек На 1,4 кубометра сточных вод В верхней части мы видим станцию, где аэрации Где стоят компристеры, которые обеспечивают подачу кислорода и аэрацию танков Мы видим красный насос в нижней части Это насос принудительного выброса воды Мы традиционно уже много лет используем только септики модели ЛОНГ Это связано с очень простой причиной Сейчас очень много разных септиков Они выпускаются в различных исполнениях В большинстве случаев глубина закладки конвенционных труб составляет 30-40 сантиметров от поверхности земли Мы считаем, что это расстояние недостаточное для того, чтобы чувствовать себя спокойно И чтобы очистные сооружения не промерзали в зимний период Поэтому выбираем самые исполнения, самые глубокие В данном случае это модель ЛОНГ В модели ЛОНГ глубина заложения неканализационной трубы 70 сантиметров от поверхности земли Мы полагаем, что это правильный выбор Здесь смонтирован заземляющий контур, выведен Поэтому если нам будет актуально посмотреть, найти в ходе эксплуатации Потом через сколько-то лет, что у нас там происходит с заземляющим контуром Мы всегда можем посмотреть Вот у нас место ввода воды на глубине 1,6 метра И электрическая коробка для подключения внешних потребителей Сюда от шкафа ввода и распределения электрической энергии Стоит отдельный автомат От которого мы можем дополнительно запитать Какие-то потребители, которые у нас могут быть на участке Давайте немного поговорим о кирпичном фасаде снаружи здания На что хотел бы здесь обратить ваше внимание Первый момент, который есть Мы, конечно же, сначала сам железобетонный ростверк Должны защитить металлическим отливом И отвезти воду, которая потенциально при условиях косого дождя Будет стекать по фасаду здания Отвезти от наружной поверхности железобетонного ростверка Для чего это делается? Когда у нас с вами осень глубокая И идут постоянные дожди И в течение вечера, весь вечер идет дождь Для того, чтобы вода, стекающая по фасаду Не стекала дальше на железобетонный ростверк Не впитывалась в ростверк Потому что ночью у нас с вами весьма вероятно заморозки Для того, чтобы вот этот эффект не повторялся циклически И не разрушал наш железобетонный ростверк Стоит вот этот предохраняющий отлив Дальше мы видим кирпичную облицовку у фасада И видим продухи для забора воздуха В вентиляционный зазор Который у нас с вами есть между Каркасной конструкцией дома И кирпичным фасадом Армирование кирпичного фасада Производится каждый четвертый ряд Каждый четвертый ряд Раз, два, три, четыре Идет армирование Это арматурные сетки Прикрепляются к конструкциям дома Таким образом мы создаем такую надежную конструкцию Которая, скажем так, связывает эту кирпичную кладку И конструкции дома Благодаря этому все это надежно И даже просто разобрать технически Потому что у нас есть опыт по разборке наших домов Кирпичной облицовки Мы понимаем, что это достаточно трудоемкий процесс Это только кажется, что вот эта небольшая тоненькая стенка Легко разрушается То есть она является действительно надежной защитой для вашего дома Следующие важные моменты На которые мы тоже хотели обратить ваше внимание Что под оконными, под окнами стоят металлические отливы Торцевые элементы этих металлических отливов Закрываются торцевыми заклушками светостойкого полимера Для чего это делается? Дело в том, что металл оцинкованный на срезе Он наиболее уязвим для коррозии Для того, чтобы эти элементы не коррозировали по торцам Ставятся торцевые заклушки со светостойким полимером Узел примыкания любых конструкций То есть оконных блоков к кирпичной кладке Узлов примыкания, роль ставень к кирпичной кладке Выполняется из специальной ленты примыкания Лента называется профибанд Почему делается именно так? Дело в том, что при различных колебаниях температуры и влажности Этот шов открывается и закрывается Если мы с вами будем подходить к вопросу Просто примкнем сухо оконным блоком к кирпичной кладки То при определенных условиях там будет открываться щель Куда будет попадать косой дождь Куда будет заметать сухой снег В результате конструкции будет внутри намокать Нам это все не нужно Поэтому правильный узел примыкания состоит из таких элементов В том числе на этом доме сейчас реализовано Три узла для потенциальной возможности установки Внешних блоков кондиционирования Была сразу выполнена стандартная технологическая операция Называется она устройство подготовки под установку кондиционера К месту установки кондиционера с внутренней стороны Подлинено питающее напряжение Смонтирована отдельная группа автоматов Для питания кондиционеров Выполнена гильза Для прохода фреонопроводов Через строительные конструкции Для прохода управляющего кабеля Между внутренним блоком и внешним блоком И для отвода конденсата из внутреннего блока Еще таким образом поставлены кронштейны Уже на фасаде здания Для того, чтобы можно было смонтировать внешний блок Хотел бы обратить внимание на кровельное покрытие В данном случае у нас на крыше лежит кровельное покрытие Черепица Брас Штучная черепица Это один из наиболее качественных материалов На сегодняшний день на рынке Мы предлагаем Если мы с вами говорим На этой крыше у нас с вами смонтированы Две шахты дымовых и вентиляционных каналов В каждой из шахт собраны вентиляционные каналы Для вентиляции внутренних жилых помещений дома Для вентиляции санитарных узлов Для вентиляции комнат для размещения газового оборудования То есть у нас с вами в помещениях, где монтируется газовый котел Смонтирован вентиляционный канал В помещениях, где у нас будет устанавливана газовая плита Обязательно должен быть вентиляционный канал С каналом естественной вентиляции определенного сечения Кроме того, у нас смонтированы два дымохода Один высокотемпературный дымоход для камина Вы увидите верхнюю часть спереди И второй, чуть сзади, это дымоход для газового котла Там смонтирован для того, чтобы можно было в дальнейшем газифицировать данный дом Для того, чтобы можно было подключить газ и смонтировать газовый котел С наружной стороны на фасаде здания Уже в базовой комплектации комфорт Смонтирована водосточная система компании Дёки В исполнении люкс Это уже входит в обычную базовую комплектацию В комплектации, если мы с вами говорим про дом серии Усадьба В котором мы сейчас с вами смотрим Дом серии Вилла Мы видим, что карнизные свесы выполнены из софитами компании Дёки Подшиты полностью и лобовые доски, и сам карнизный свес Это светостойкий полимер ПВХ, который будет служить долгие годы Без покраски, без необходимости технического обслуживания Мы видим, насколько важно всё это в ситуации, когда дом вот такой большой Мы имеем кровельные свесы на высоте больше 5 метров Когда обслужить, покрасить, подремонтировать эти кровельные свесы Каждый раз это целые дополнительные затраты и хлопоты В данном случае мы видим, что всё это вот так вот смонтировано Ну вот, собственно говоря, всё